Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый Настала программа, настало время программы Союз нерушимый. Сегодня пятница, 11 декабря. Мы снова собрались в этой студии. Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Здравствуйте. Всех рады приветствовать. Да, у нас сегодня такая теплая уже компания. Наши гости уже не раз здесь бывали. Давайте их представим. Представляйте, Азиз Агаев. Нурислам Хаджи Хазрат, имам села Карина Собовского района, заместитель муфти Радской по учебно-воспитательной работе. Специально подчеркиваю. Нурислам Хаджи Хазрат. Добрый день. День добрый. И еще наш гость. Кирагиб Мамедов. Салам алейкум вам. Алейкум ассалам. Председатель Кировской областной общественной организации научно-культурный центр Аглибейт. Добрый день. Ну и повод, ради которого мы здесь собрались, это день рождения пророка Мухаммеда. Очень важный день. Очень важный праздник. Мусульман. И сегодня мы должны, наверное, поговорить о том, почему мы сегодня произносим такие слова, что это очень важный день. То есть это что? Какой-то великолепный праздник. Это что-то там, что-то грандиозное. Повод что-то сделать, задуматься. Или это, так сказать, все-таки больше вопрос, касаемый духовных вопросов. Внутренних переживаний. Внутренних переживаний. Определение человека со своей дорогой, какой он пойдет. И в связи с этим, вот сегодня вот такая тема. И я вот хотел бы, чтобы вы, наверное, ну, ислам хаджа-азрат начали говорить. Ну, я насколько понимаю, день рождения пророка – это нефиксированная дата. Она постоянно перемещается, да, в связи с тем, что лунный календарь у нас. Все верно? И вообще? Не все верно. Не все верно. Давайте, поясняйте. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракадуху. Мир вам. Милость Всевышнего Аллаха и его благословения. Дата рождения пророка Мухаммада, мере ему в мусульманском летоисчислении фиксированная. Она определена учеными, которые занимаются историей пророка. И при расхождении, значит, по-мусульманскому, это обязательно 12-е число 3-го месяца года, арабьевля Ау-Валя. Если взять григорианский стиль, по-арабски милядий, то это 20-е, либо 22-е число месяца апреля 571-го года. Дата поэтому все-таки фиксирована. А то, что говорят, что переносится, это зависит от того, что лунный календарь мусульманский и григорианский календарь все-таки более солнечный, между собой не идентичны. На 10-11 дней каждый год смещение назад происходит. Только поэтому. И поэтому? И поэтому мы каждый год празднуем день рождения пророка Мухаммада, празднуем ему на 10 дней пораньше. И сегодня? То есть в этом году у нас? В этом году? 23 декабря. 23 декабря. То есть мы накануне с вами собрались, накануне дня рождения пророка. О значении, собственно, этого праздника? Чего нет? Это по-разному отмечают. Есть некоторые мазхабы, допустим, 12-го Рабилла Валиева проводят, а есть некоторые 15-го, некоторые 17-го, даже и 19-го, 21-го числа проводят. Поэтому наши ученые создали в течение этой недели, в течение этой недели, короче. Аджираги, сразу, вот когда произносите какие-то наши мусульманские термины, я очень вас прошу, и вас тоже прошу, Хазрат, пожалуйста, Выберите мазхаб. То есть мазхаб понятен мне, я надеюсь, что Володя, так сказать, тоже понятен. Религиозно-правовая школа в Исламе. Направление. Да, религиозно-правовое направление, школа в Исламе. Поэтому эта неделя берется... В зависимости от мазхабы, эти даты... Да, это... Вот эта неделя берется в Ахтад, но все мусульмане, чтобы собрались и провели в этой неделе, кто какой день хочет. Хоть, вот, допустим, в этом году начинается с 23-го до 29-го, до 30-го числа декабря. В этой неделе будет большой праздник для всех мусульманинов во всем мире. Не то, что мусульмане, даже Пророк, не создан только для мусульманинов. Для всего... Сообщества. Сообщества. Для всего сообщества. Для всех людей. Для человечества. Для человечества. Вот, отправлен ПророкМухаммад, и все люди, все общество, весь общество должен отмечать этот день, как большой праздник и салавату лавы вы тоже говорите вот скажите это означает благословен благословить его благословен его рода да вот так сказать будем говорить мхаммед мир ему и благословенно и семью до перехватываю слово да да два значения хотел упомянуть сразу же первое значение и касается того что символ веры мусульманской состоит из нашего свидетельствования о признании и утверждение себя верила всевышнего аллаха и признание утверждение нашей веры в его посланника мухаммада то есть без того что мы признаем пророческую посланническую миссию мухаммада мустафы избранного пророка всевышнего аллаха не является полноценным религия мусульманина это раз второе да как рагиб хаджи уже упомянул что милость всевышний отправил его милостью но хотелось бы расширить понятие ведь аллах говорит стал из-за билляги ва ма арсальна каилла рахматал лил а ламин поистине мы не спасла ли тебя как милость для миров для всех миров это миры видимые человечество миры невидимые для ангелов и джиннов то есть для всех созданий всевышнего аллаха он как милость и сам посланник аллах алиссалям мир ему и благословение всевышнего говорилось никто из вас не уверует полноценно пока не полюбит меня больше чем все человечество вместе взятой и даже своих родителей и когда мы воспитываем наших детей мы в первую очередь воспитываем их в любви к пророку мухаммаду не как какое-то историческое какая-то историческая личность исторические личности там были гитлер муссолини но всевозможные правители военачальники так далее это именно вот такой избранный всевышним человек который является милостью для миров в этом расширите можно рассказать историю греха грехоподения и прощение греха адама алиссалям когда за то что он ослушался запрета всевышнего аллах не спасал его израиль на землю и более 500 лет адам мир ему просил прощение за свой грех и потом в конце он сказал о аллах прости меня ради твоей любви к мухаммаду и аллах спрашивать а как же ты узнал о нем и адам говорит когда ты создал меня и я открыл глаза я первое что увидел это был твой трон арш на котором было написано нет бога кроме аллаха ля и ля и ля и ля и ля и ля на махомат расула и мухаммад посланник аллах и адам алиссалям мир ему говорит я знал что рядом своим именем ты не поместишь никого кроме как своего любимца и тогда всевышний ему говорит садакта да ты правду сказал для уля махом году на холях тока если бы не мухаммад я бы не создал тебя это достоверное предание от права к мухаммада зафиксированы сборники хадисов аль-мустадрак имама хакима держите свою мысль очень важную вещь я хочу как бы чтобы вы либо подтвердили либо поспорили знаете вы когда на произносите ла и ла и ла и ла и ла и вы переводите на русский и для меня это принципиально имеет значение вы переводите на русский как нет бога кроме аллаха я считаю что если вы переводите на русский вы должны переводить нет бога кроме бога потому что вы сказали нет Аллаха, кроме Аллаха, когда сказали И если вы переводите одно слово Аллах на русский, вы должны перевести и второе слово Аллах на русский. Я почему это говорю? Потому что многие... Я, во-первых, лингвист по первому образованию, языковед. А самое главное хочу, так сказать, отметить, что многие те, кто хотят вбить клин между людьми, обладающими писанием, мы знаем, что единобожие дано, значит, у нас есть Таврат, есть Инджин, или по-другому говорят, значит, Тора, значит, Библия там, да, и Коран. Они все время говорят... Посмотрите, мусульмане говорят, что нет Бога, кроме Аллаха. Хотя, по смыслю мы имеем в виду, что Он един для всех, да? Да, един. Согласны вы со мной вот в такой постановке? На 50%. А что еще 50%? Я вторую часть... Вообще, вы впервые слышите? Нет, не впервые. Такое мнение нет? Не впервые? Не впервые. Здесь, Алич, не одинок в этом, да? Нет, конечно. Значит, вам, как лингвисту, маленечко объясню. Выражение ля, и ля, и ля, и ля, ля, значит, отрицательная частица, ля плюс... Да, нет Бога. То есть нет. Нет. Значит, категорическое отрицание. Нет. И ля, и ля, это тот, кто достоин поклонения. Ну, так? Есть другой смысл, нет божества. Нет. Потому что поклоняемся мы кому? Мы не просто... Мы можем, конечно, поклоняться и царским, там, всяким особым... Светским. Повестным, региональным, там, каким-нибудь... Это формула Единобожия. Да. Нет никого достойного поклонения. И ля... Кроме? И ля. Это опять категорическая формулировка. Никого, кроме. Только он. Кроме? И ля, Аллах. Аллах. Разбираем, как вы лингвисты, разбираем по буквам. Сначала идёт определённый артикль. Алиф, лям, сукун. Аль, означающий только он. И ля. Только он, Бог. Да. Только он единственный достойный поклонения. А я с вами 100%, потому что вы сказали только он. Бог. 50%? Я сейчас дорасскажу. А вторые 50%, когда я вам представляю Нур-Ислам, вы же не будете меня называть Васи. И утрированно так. И когда Всевышний представился нам в своём слове в Куране... На арабском языке? На арабском, естественно, на арабском языке. Аллах. Мы его называем. Как он нам представился? Аллах. Это его имя. А уже вот этот разбор лингвистический, игровый Куран, то есть разбор текста Корана, по морфологии, синтаксису... Это вторично. Первично мы считаем, нет никого достойного поклонения, кроме единственного только Аллаха. Сейчас Хаджи Рагибу тоже дадим. Но смотрите, я ведь обратил ваше внимание на то, что вы сказали нет Бога, кроме Аллаха. Если бы вы сказали, что нет объекта поклонения, или нет там чего-то ещё, кроме Аллаха, я бы даже близко бы вам вопрос не задавал. Я просто хочу сказать, что если мы переводим один раз слово Аллах, потому что хотим просто людям сказать значение слова Аллах, да, ну, понимание его, то мы должны второй раз, потому что люди, которые, не зная сути того, что вы сказали, начинают на улице просто так. Ну, смотри, что говорят мусульмане. Они говорят, что нет Бога, кроме Аллаха. А говорить-то совсем другое, да? Смысл. Вот почему. Поэтому раз вы киваете, значит, мы с вами 100% уже договорились. Да, Рагиб. Да, Хаджи Рагиб. Давайте я вопросом скажу, да. Если я скажу, нет худа, кроме худа, а ты что, не верен, что ли? Это другое обозначение. Сразу переводи, переводи. Нет, посмотри. Русскоязычная аудитория не поймет. Вот почему, вот, допустим, русский говорит Бог, допустим, арабы, им там большинство мусульманин говорит худа, Аллах. И есть фарсы персидские, допустим, таджики, допустим, афганы, допустим, иранцы, они говорят худа. Ну, каждый по-своему... Худа, худа, я. Всегда, всегда. Худает тот, кто направляет на истинный путь. Да. Вот, смысл-то один. Смысл-то один. Вот, кто его Бог назвает, кто его назвает Аллах, кто его назвает Худан. А знаете, почему смысл? Я еще одну вещь приведу, не знаю, может быть, вы в курсе. Три года назад в Малайдии был суд, шариатский суд. Обратились христиане, потому что они, когда молились в церкови, пришла шариатская полиция и говорит, вы почему, когда молитесь, произносите слово Аллах? А они малазийцы, но христиане. И когда молились Богу, то молились Аллаху. И суд признал за ними право молиться Аллаху. То есть, это очень важные моменты. Несмотря на то, что они христиане. Несмотря на то, что они христиане. Потому что для них родной арабский язык, и они... Очень, очень хорошее, очень хорошее замечание. Возвращаясь в историю пророческой миссии Мухаммада Мустафы, избранного пророка Аллаха. До того, как ему была неиспослана посланническая миссия, у арабов, его соплеменников, существовало язычество. Формула языческого верования всегда в форме треугольника, пирамиды. Наверху главный Бог, потом помельче. Так вот, арабы уже тогда говорили, что главный Бог, они знали, Аллах. Да. И поэтому первые суры, первые аяты Кур'ана приходили, где Всевышний Аллах представлялся Ар-Рахман. Всемилостивейший. Да. И арабы спрашивали, кто это? И тогда Мухаммад, алейхиссалям, ему объяснял, вот это тот, кого вы называете Аллахом, но он не такой, как вы считаете, не такой, как вы представляете себе. Он не наверху пирамиды, он только один. Определённый артикль. Аль, только он один. Больше нет. Очень хорошо. Мы как-то возвращаемся всё-таки, да? Мы возвращаемся, да, потому что день рождения пророка, да. Мне хотелось бы сейчас спросить о внешних проявлениях этого праздника, и о внутренних, что в душе в это время происходит у верующего? Внешнее проявление. Ну что в традиции? Внешний месяц, допустим, у татар этот месяц называется Маулит Ае, то есть месяц весь, месяц рождения пророка. Поэтому весь месяц можно, как вот Рагиб Хаджи сказал, только неделю можно. Весь месяц можно праздновать, ходить друг к другу в гости, угощением, просто друг друга поздравлять, да? Это взято было даже вот с такого случая, когда сам пророк Мохаммад Мир ему родился. Служанка его дяди Абу Лахаба принесла своему хозяину весть о рождении пророка. И он обрадовался, что еще один мальчик, мужчина, родился в их нем роду. В роду, да. Да. Он обрадовался рождению Мохаммада. На радостях он освободил эту служанку, которая стала второй после матери кормилицей. Уму Айман ее звали. И далее посланник Аллаха, хотя Абу Лахаб дядя потом был всю свою жизнь врагом пророка, его дети были врагами пророка, враждовали там очень серьезно. Там были верующие сильные, и враги очень сильные тоже были. Был какой-то повод для разгорания вражды? Это большой разговор, там это повод всегда есть. Связанный с политикой, потому что посланник Аллаху Алисаляту, в основном, призывая к единобожию, разрушал систему верования языческую, когда 360 идолов, башков было у арабов, и система подношений, жертвований. По уровням. Ничего личного, только бизнес. Понятно. В любой культуре переход от язычества, к монотеизму, он серьезный. И далее посланник Аллаха Мухаммад, ему сам сказал, что за то, что он обрадовался, за то, что он обрадовался моему рождению, Всевышний ему один раз в неделю будет облегчать его мучения в аду. А самое маленькое измучение в аду, это когда человек будет стоять на маленьких угольках, от которых будет исходить такой жар, что будет кипеть мозг. Это самое маленькое. Так вот, за то, что он обрадовался, врагу пророка будет облегчение. А нам как будет? Ведь Аллах говорит, Поистине, Аллах и его ангелы приветствуют пророка. И далее идет прямой приказ. О, те, которые веровали. Приветствуйте его наилучшим приветствием. Приказ же Всевышний. Ангелы это делают. Да, то есть мы произносим Мухаммад и снова говорим, алейхиссалам, и тем самым говорим, мир ему. И тем самым приветствуем и зарабатываем свою награду. Обязательно. Неуничтожимы никакими грехами. Так, Володя, понял? Интересно. Вот так вот. И слава Богу. Бывают награды, которые уничтожаются грехами, а салават пророку не уничтожается. Вот это приветствие. Да. Любыми грехами? Кроме одного греха. Предавание Всевышнему Аллаху, соучастников, сотоварищей, многобожьего. И отрицание его. Кроме куфра. Все остальные грехи Всевышний еще захочет, может, простить. И в судный день на чашу весов правая, левая, на правой благе дела, на левой грехи. Вот салават пророку не уничтожается ничем. Он будет складываться. Сколько сделаешь, столько и будет в правую чашу складываться. Так что, чем больше будете говорить, тем лучше. Даже пророк салават Аллаха, пусть благодарит его Бога и его семье. Пророк говорит, если кто салават больше мне скажет, и в трех местах он меня увидит. Первое место, когда он умрет, когда человек умирает, ему же больно, ему же самое тяжелое положение, самое тяжелое, как сказать, ситуация. Он меня там увидит. Второе место, когда его на могилу положит и закопать его, все уйдут. Все родственники, все друзья, все уйдут. А он там останется один. И вопрос начнется там. Куда направить? Вот там ему помогу. И третье место, когда сирот Аль-Мусталим, который мы говорим через мост. Вот там меня увидит, что я ему помогу. Вот из трех мест, а самое тяжелое. Вот я хочу спросить вас, как светский человек. Вот у некоторых впечатление такое создается, что вот мы сейчас говорим, а мы в Лутан-Набе, а праздники там и все такое. И может создаться такое впечатление, что ну достаточно, я вот буду по сто раз салават, значит, Мохаммеду алейхисаламу, да, мир ему, произносить. И, собственно говоря, могу заниматься дальше. И этого достаточно. И этого будет достаточно. И все. Ну вот могу, то есть сто раз салават произнес, и могу сто раз какую-нибудь гадость сделать. Значит, потому что уравновешу, там, ну, сто один раз скажу, и потом через этот мост, который вы назвали, значит, там, да, я прохожу, и все хорошо, и я в раю. А Коран на это ответит. Коран же есть на это ответ. Сейчас я скажу, и хаджин-то ислам поможет. Дополнит, да, конечно. Говорит, вот. Если у каждого, какого человека, мискал, это слишком мелкий, чем грамма даже. Он навесенный. Мискал, это вот одна семидесятая часть макового зернышка. Да. Вот если столько же у него критерии. 0,2 микрона. Да, да. Если у него хорошее дьянение будет, он получит награду. Если столько же у него, это же зара, если у него будут грехи, за это он будет получать. То есть каждый увидит свои дела. Ничто не пропадает. Вот я, задавая этот вопрос, вас, честно говоря, провоцировал на на вот такое размышление. На самом деле ведь если человек думает о том, что он совершает салават пророку для того, чтобы уравновесить те грехи, которые он собирает делать, то почему-то, по моему глубокому убеждению, этот салават вообще не считается. Понимаете? Или это не так. Или это не так. Понимаете, о чем я, да? Слава Николаевна. То есть внутри, что, из чего ты исходишь, да? Очень хороший, очень хороший. Мы, когда читаем суру Фатиха, открывающую Коран, первую суру Корана, говорим же. Мы обращаемся к Аллаху, направив нас на путь истинный. Путь тех, которые ты облагодетельствовал. А не тех, которые под гневом твоим. И не тех, которые заблудились. Мы видим три пути. Так? И Всевышний Аллах дает нам возможность пойти по одному из этих трех путей. И пророк Мухаммад И.С. сказал Каждое дело связано с намерениями. Каждый человек получает то, к чему он стремился. Если у человека есть намерение совершать грехи, но он совершает салават пророку с намерением, чтобы, может быть, Всевышний как-то его удержит от греха, хотя страсть, желание совершить грех есть, это будет повод. Как-то Васуль. Сабаб. Да, сабаб. Сабаб. Будет повод. Повод удержаться от греха. А с другой стороны, как в Коране сказано, я тогда могу тебе помочь, да, если ты это делаешь. Это и есть сабаб. Повод Аллаху дать удержать человека от греха. Удержать человека от греха, да. Если человек хочет совершить грех, и говорить так, издеваясь над пророком, в мыслях имея, ну разве поминание тебя удержит меня от греха, этот человек выходит из ислама. Большего греха уже нет. И Всевышний Аллах говорит в Коране «И я возвышу поминание твоего имени». А обещание Аллаха всегда сбывается. Вы видите, сколько раз пытались поиздеваться, принизить имя Мухаммада, пророка. Не получается же. Вот последнее событие, связанное с карикатурами. Карикатурами, да. В результате что происходит? Обратное происходит результат. Люди еще больше хотят узнать, а кто же это? Правда, Мухаммад. Издеваются над Кораном, люди хотят узнать, а что же там написано. Слова Аллаха неизменны. И третий путь. Вы сказали, что есть три пути. Назвали один путь, второй путь, а третий? Да, третий еще остался. Те, кто заблуждается, у них все-таки есть выход. Если на то будет, иншалла, воля Аллаха. Если я выведу на истинный путь, никто не сможет заблудить. Если я заблуду, никто не сможет вывести на истинный путь. И сподвижники пророка Мухаммада, мир ему, говорили, обращаясь к посланнику Аллаха. О, Мухаммад, вот мы пока не были мусульманами, мы тоже совершали большие грехи. Там очень тяжелые грехи бывали. Вплоть до того, что новорожденных дочерей закапывали живьем, потому что считалось, что рождение девочки это... Нежелательное, мягко говоря. Меняет в горе семье. В горе. Вот. И, но с другой стороны, мы же делали какие-то хорошие дела. Кормили голодных, поили жаждущих, предоставляли ночлег путникам, освобождали рабов. Вот наши хорошие дела, что всем пропали. И посланник Аллаха, алейхиссаляту, сказал, но ведь Аллах привел вас в ислам, тем самым дав понять, что благие-то дела не пропадают. И у вас еще есть шанс исправить ситуацию? Есть. Все-таки выход. Вот это третий путь. Я предлагаю прерваться на небольшую рекламу. Напомню, что это программа «Союз нерушимый». И мы продолжим спустя минуту-полторы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. Продолжаем. Продолжаем нашу программу «Союз нерушимый». Азиз Агаев, Владимир Сметанин, Азиз Алиевич. Еще раз представим наших гостей. Напомним. Да, у нас сегодня Нур-Ислам Хаджи Азрят, имам села Карина Сабовского района, заместитель муфти Авиадского. По учебно-воспитательной работе, я подчеркиваю специально, Рагиб Мамедов, председатель Кировско-областной общественной организации научно-культурный центр Ахлибейт. И мы сегодня говорим о дне рождения пророка Мохаммеда. Мир ему. Мы продолжали, на самом деле, говорить в перерыве, как-то вот оттолкнулись от моего вопроса, когда грех совершается, вроде как, не знаю, подставили человека. Перешли, да. Вот вопрос подставили. Есть намерение человека. Вот с каким намерением, у него какое намерение, в Исламе это называется неед. С какой намерением он начинает это делать? Допустим, как вы сказали, Салават говорит, потом грехи набирает. Салават не для того, чтобы грехи набрать, а очистить от грехов. Ещё есть, допустим, во время пророка Салаватуллаха, мир ему, один молодой человек грешил много, и сказали, все сказали, эй, пророк, он грешит, а пророк спрашивал, он намаз читает, если он намаз читает, намаз его от грехов отдаляет. Отдаляет. Он воровал. Да. Он вором был. Вором был. Да. Отдаляет. И вот у человека какие намерения есть, с какими намерениями он начнёт всё это делать. И мы не сомневаемся ещё, если кто-то Салават скажет, чтобы он какой-то грех и собрал. А вы вот не просто говорите про намаз, потому что я вот, знаете, с чем? Вы говорите про намаз когда? Я хочу, чтобы вы не просто про намаз говорили. Почему вдруг намаз отдаляет от грехов? Потому что намаз содержит, когда ты его читаешь, да, ты молишься Господу, намаз содержит такие слова, которые волей-неволей, повторяя человек, он так или иначе думает о своём поведении. Вот совершает он какие-либо и будет ли, и собирается ли совершать какие-либо действия, вопреки тому, что велел Всевышний. Потому что просто сказать намаз многие люди не понимают. Ну, ладно, пошёл, помолился там. А ведь суть намаза, вы как специалисты очень хорошо люди, которые посвятили жизни этому. Хорошо знаете, что значит слова, которые человек читает, когда совершает намаз? А там ведь сколько раз, там пять раз одно и то же говоришь, но одно и то же говоришь, что поставь меня на путь истинный. Там во имя того-то, того-то, того-то. Правильно? Да. Но не для того, что вот сейчас я помолюсь и пойду, значит, там, вот... То есть всё равно молясь и произносите слова, ты как программируешь себя. Программируешь себя. Вот почему говорят, совершай намаз, ты тогда придёшь к правильному пути, и так далее, и так далее. Ведь так. Вы замечательный исламский проповедник. Разбор полётов такой устроен. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Тот, кто будет вынужден, но не будет нечестивцем или преступником, то нет на нём греха». Что означает «вынужден»? Угроза жизни и смерти. Нечестивцем не будет слишком много делать этого. Преступникам не будет получать удовольствие от греха. Как, например, когда... Ведь мы знаем, что все деяния создаёт Аллах. Он даёт нам возможность выбора. Если человеку... Вот, ну, переведу в плоскость отношения мужчина и женщина. Половые отношения без брака – грех. Жена – всё. Грех очень большой. Если человек совершает половой акт с неженой, жена – грех, прелюбодеяние, смертный грех – всё. Если человека заставили под угрозами смерти совершить с женщиной половой акт, деяние такое же с точки зрения амаля, действий физики. Ну, события тоже самое. То же самое. Но ведь Аллах говорит, раз не было умысла на совершение преступления, то и греха нет. Поэтому тема намерения, тема замысла, умысла и так далее – это очень важно. Очень важно. Внутренний мир человека на весах Всевышнего взвешивается, как его внешние действия. Вот одной короткой фразой вы говорите, у меня столько вопросов рождается, и я думаю, что, конечно, многим слушателям тоже рождается куча вопросов. Но я вижу, что у нас остаётся очень мало времени. Да, буквально три минуты. Да, и я хочу вот вас, как людей квалифицированных в исламе, задать вам один вопрос, который часто слышу и задают мне друзья. Вот смотрите. Пророк Моисей Мауса упоминается в Коране примерно 140 раз. Ну, я точно не помню, ну, вы точнее помните, ну, хорошо, ну, где-то около 40 раз. Значит, пророк Иса упоминается порядка 130 раз. И каждый раз мы знаем, что в Коране это огромное уважение, и в отношении них употребляется тоже алейхиссалам и Расул Аллах, что означает миром и посланники Всевышнего. Как вы считаете, вот у нас мы отмечаем с вами, значит... День рождения пророка. День рождения пророка. Будем отмечать месяц. Значит, и 7-го числа мы будем отмечать Рождество... Рождество Христово, да. Православное. Подождите. Вы не программируйте наших официальных специалистов. Потому что для нас, для мусульманий, они тоже являются посланниками Аллаха. Так? Нам Коран велел, сказал, что посланники Аллаха. Хорошо, мы 7-го числа можем с нашими друзьями христианами отмечать и считать это тоже праздником? Если там против исламского закона нет, можно отмечать. Если, допустим, не будем кричить, естественно, можно отмечать. Я понимаю, что мы говорим. Не будем пить там лишнего и так далее. Это еще понятно. 25-го числа, как раз у нас время мало осталось, я скажу, чтобы все слушатели слышали, 25-го декабря у нас форум проводится. И мы отмечаем день рождения пророка Мирима. Это проводит форум. Межрегиональный форум религия против терроризма. ОДНТ первое мы в 2 часа. И во сколько? От 2 до 5. Любой желающий? Да, абсолютно любой желающий. И представители разных конфессий соберутся. Все конфессии диаспор. Ну, слава богу, что вы наконец-то об этом сказали. Я видел, что мало времени. А мы думали, можем мы рекламировать? Конечно, можем. Приходите, потому что приглашены все первые лица светские, первые лица духовные конфессии. Будет очень интересно. Приходите все. 25-го с 2 до 17 часов. Да. И мы вас предлагаем. Да, спасибо. Приходите, приглашаем. Приходите. Общаствуйте там. Да, пожалуйста. Пророки, если мир ему. Ведь Всевышний Аллах говорит Куранал-Лля на фаррику байна ахадимир русули. Не разделяем мы между ними, между посланниками Божьими никого. Скажите это еще раз. Это прямо как бальзам звучит на душу. Еще раз. Не разделяем мы что? Еще раз. Не разделяем мы между посланниками Божьими никого. Спасибо вам большое. Вот на такой ноте завершаем очередную программу. Союз нерушимый. Спасибо нашим гостям. Мы на этом же месте через две недели ровно в пятницу. Да? Да. В 13.05 здесь. С очередным, я думаю, многонациональным составом. До свидания. Спасибо большое. Всем спасибо. Ваалейкума салана. Ваалейкума салана. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Союз нерушимый.